И в перерыве мы поговорим с Алексеем Катаемым из Каенга. Ты, насколько я понимаю, руководитель разработки. Как у тебя вообще должность звучит? Должность. Ну да, руководитель части разработки. Половины, скажем так. У тебя вчера, на мой взгляд, был вообще самый топовый доклад. Не, ну, субъективно. Это было отлично. Хочется поговорить про некоторые вещи, которые ты, на мой взгляд, мог там не полностью раскрыть. Интересная история по поводу чек-листов. Чек-листов и того, как ты, по сути, закрываешь день. Насколько я знаю, то, что ты в конце дня как-то подбиваешь итоги, смотришь о том, что получилось, что не получилось, расскажи об этом процессе. Как он у тебя выстроен? Ну, это мое внутреннее задротство. У меня есть файлик, где я эту идею позаимствовал из джедайских техник. Файлик, где есть важные вещи, которые, я считаю, мне нужно сделать за день. Я всегда отмечаю, типа, бинарно единички-нолики. И подсчитываю за день, что я успел сделать. Типа, я считаю еще стрики. Это мотивирует меня, ну, типа, сколько подряд дней я справился там с той или иной задачей. И в конце дня всегда анализирую свои ворклоги. Смотрю, что действительно важного я сделал за день. Подважным я подразумеваю именно то, что, типа, не то, что нужно каждый день делать, а то, что как-то улучшит меня или команду, или что-то, типа, долгосрочно, какие-то инвестиции. Вот. И стараюсь всегда, чтобы там было хотя бы пара пунктов, потому что если так посмотреть на ретроспективно, то было куча дней, когда я просто занимался рутиной какой-то. А что касается тебя, а что касается команды, то есть ведешь ли ты такие же чек-листы про команду, про отдельных людей или прямо именно про команды целые? Нет, я не веду это для людей, но я стараюсь пропагандировать вот эту саму концепцию фокуса. То есть чтобы сам селф такой, как бы, ретроспектива была такая небольшая. Да, то есть некоторые подходы в каком-то лайтовом виде я все равно использую в работе. То есть я говорю, ребята, давайте сфокусируемся на вот этих задачах, сфокусируемся на целях. И когда мы делаем демо раз в неделю, в пятницу, мы подводим итоги по квартальным планам, это очень похоже, то есть сама концепция похожа. Ты должен рассказать не то, что ты делал, ты должен рассказать то, что ты сделал. И то, что ты сделал именно в плане приближения к цели. У нас там есть у каждой под команды своя мини-цель, и вот все, что ты сделал для приближения к цели. Потому что задачи, которые можно просто делать, их миллиард, типа я чуть-чуть улучшил, там SQL сделал, какие-то колонки, индексы поставил, и это ничего не дало в рамках именно приближения к цели. А приближение к цели это к бизнес-цели, или это может быть не бизнес, а какая-то техническая цель у команды? У команды, ну техническая цель она все равно должна быть как-то оправдана с точки зрения бизнеса, и в этом плане мы не сильно разделяем. То есть у какой-то под команды повысить стабильность с 97 до 98 процентов. Это ведь как бы техническая цель и бизнес-цель. У какой-то там чисто бизнесовая цель, мол, давайте увеличим конверсию. Правда в биллинге такого нет, мы над конверсией не работаем, но в общем мы не сильно разделяем. Если говорить про тебя самого, по сути у тебя весь доклад был посвящен тому, как делать действительно важные вещи, а все остальное или делегировать, или автоматизировать, ты каким-то образом подсчитывал, насколько, ну какие-то метрики улучшились, словно говоря, вот в конце дня ты стал ставить больше единичек, или, не знаю, или ты понял то, что у тебя, не знаю, 70 процентов времени освободилось. Вот что-то вот про такие численные метрики может быть. Численных нету, просто я стал испытывать удовлетворение и счастье. Больше. В смысле, чем больше, я просто понял, почему я стараюсь делать важные вещи, потому что это реально аффектит мою удовлетворенность. То есть если я в конце дня, я понимаю, что я не сделал ничего важного, я чувствую, что день прошел зря. И это вот та метрика, которую я для себя оптимизирую. И плюс ты еще рассказывал о том, что когда вот наваливаются кучи задач, там и в эмоциональном плане тоже получается, что довольно некомфортно, когда ты бегаешь и решаешь кучу… Ну с этим я уже научился бороться. Типа миллиард задач, я спокойно как удав. Типа я не реагирую на это. По факту вот этот способ, он помогает тебе просто не выгорать, по большому счету, как вот руководителю. Ну имеется в виду отмечать каждый день, что ты сделал важного, и именно двигаться вот этими важные, важные, важные. Да, да, да. Ну короткий ответ, сори. Да, все так. Мне понравилась еще история, которую ты, как рассказал, подсмотрел, насколько я помню, у Дубльгиса. У Дубльгиса с пушерами. С пушерами. Расскажи про то, как вообще это выглядит, что делает вот этот вот человек-пушер. Ну то есть он вроде как, получается, должен противопоставить себя команде и подпинывать, чтобы люди думали о том, как делать задачи эффективнее. Или как? Давай так, смотри. Не буду лукавить, мы только-только внедрили эту историю. То есть я стараюсь никогда не рассказать на конфах то, что мы хотим сделать, но еще не сделали. Вот такого нет. Но нет, эту вещь мы только сделали. Типа мы только составили расписание, только второй человек после меня это делает сейчас. Но я расскажу концепцию, окей, коротко, потому что она без особого опыта. Арсений, который бот, он может пушить только по простым задачам. Типа вот сделай код-ревью, чувак сделал код-ревью. Задача ready for deploy, за deploy, пожалуйста, ты не деплоешь ее второй день. Но есть куча задач, которые довольно тяжело пропинать. Типа почему эта задача висит там три дня? Ну потому что мне Леша не ответил, потому что мне инфра не подняла окружение. А инфра в курсе, типа, что она должна поднять окружение? Да, там есть таск. А таск в каком статусе? А он в инбоксе, типа, это значит, что они сделают это в следующем квартале, а у нас это задача дедлайн через неделю. Ну то есть это такой более… Интеллектуальный. Более интеллектуальный, да. И в этом плане прикольно, если это будет делать каждый раз новый человек. Ну не каждый раз, а с какой-то периодичностью, чтобы вот не быть в контексте. Чем меньше ты в контексте, тем лучше. Я вот, честно говоря, изначально думал, что это скорее история про то, чтобы найти какое-то по ходу спринта, какое-то революционное решение, которое поможет срезать угол, допустим, где-то. Нет, это скорее про какие-то такие простые вещи, типа, палочкой потыкать просто, что там действительно никто не забил. Потому что даже, мне кажется, все люди так делают. Типа, а, там ждет, ждет, пусть ждет. Типа, я поделаю другие задачи, которые проще. Это, кстати, вот еще одна концепция. Ну, это всем известно, мы делаем задачи те, которые нам понятны, те, которые проще. Это все про ГТД, что задачи нужно описать проще. Я вот сейчас, это в топик слегка, начал задачи в своем бэклоге, они у меня там приоритизированы, сортировать по тому, какие задачи мне меньше всего хочется делать. И я заставляю себя делать те, которые меньше всего хочется, а потом уже те, которые больше всего хочется. Типа, они последние, их все равно сделаю. Понимаешь, да? А ты пытался анализировать, почему тебе не нравится делать какие-то задачи? О, да зачем? Это лишнее, они сложные, они там непонятные, и над ними их делать долго, поэтому не хочется. Но ведь, что же это за книга была, где… А, дурацкая книга, не буду ее называть. Но там была прикольная мысль, что результат зависит от того, сколько мы сделали того, что нам не хочется. Сколько стрёмных телефонных переговоров ты провел, неприятных. Чем больше, тем ты дальше. Потому что люди склонны, типа, в зоне комфорта, все это. Не будем это произносить вслух. Хорошо. А вот, окей, ты всегда в своем бэклоге находишь сначала задачу, которую прям тебе не хочется делать, а потом, соответственно, какие-то задачи, которые быстро можно нащелкать. А вот ты говорил в самом начале, что ты потом отмечаешь у себя те задачи, которые реально двинули бизнес или придвинули к тебе к цели. Вот из твоего бэклога, какой объем задач плохих продвигает тебя ближе к цели и какой объем таких простых продвигает тебя ближе к цели? Там все большие задачи, сложные, которые не хочется делать, это все самые важные обычно. Потому что те, которые быстрые и простые, это обычно, ну, типа, а, там, они не сильно влияют. Клево, клево, если, конечно, какая-то маленькая вещь может тебя быстро придвинуть к цели, ты ее первой обычно сделаешь. Вот, блин, такие абстрактные вещи, наверное, тяжело. Не-не, а вот что бы ты посоветовал, на самом деле, вот каким-нибудь тем лидам, которые вот находятся как раз в этом состоянии, ну, какой-то тетрис сверху сыпется, ну, то есть, вот бесконечный, а в работе любого тем лида вот этот тетрис, он идет, то есть, как бы что-то сверху там падает, да, и, ну, ты там, палочку выставил, она сгорела. Вот какой-нибудь такой один-два совета, вот такие прям, чтобы они выстрелили и помогли людям вот этого тетриса немножко избегать. Попробовать медитацию, я бы посоветовал. Ну, реально, практики очень похожи. Тебе нужно просто чуть-чуть вот из этого вынырнуть, из этой глубины ада, которая происходит вокруг, сесть рядом, просто там пусть задачи сыпятся, в слаки сыпятся нотификации, ничего не сломается, если ты час посидишь, подумаешь. Я, кстати, вот каждый день начинаю с того, что я просто смотрю на весь бэклог и пытаюсь понять, типа, что я буду сегодня делать, действительно ли это важно, типа, как-то, короче, перефокусироваться, потому что очень часто мы, типа, попадаем в этот водоворот и, ну, типа, делаем просто миллион всего и хрен знает зачем. Вот, и… Говоря про, вот, получается, отказ от какого-то ответа на почту, на слак и все остальное, все-таки довольно, кажется, сложная история, потому что есть довольно большое количество людей, которые ожидают от тебя чего-то, правильно? И здесь, получается, у тебя, в общем, не было конфликтов из-за того, что люди от тебя чего-то ожидают, а ты им говоришь, нет-нет, я этого делать не буду. Я думаю, что это все иллюзия. В смысле, мы очень часто вот находимся в этой иллюзии, что очень миллиард людей от нас чего-то ждут, и для них это для всех важно, и, типа, что-то произойдет, если мы им не ответим. Я вообще, типа, всегда выполняю обещания, если я говорю какой-то дедлайн, ну, за редким исключением, факапов, типа, я отвечаю людям. Но если я ничего не обещал, то можно и не отвечать. Ну, в смысле, это такие же люди, они тоже вечером пойдут отдыхать в парк, гулять, у них есть дети, они думают тоже об этом, и я к тому, что… Они поймут? Нет, не к тому, что поймут. Не нужно преувеличивать важность того, что, типа, от тебя все зависит, от того, что они думают о тебе, что ты им что-то пообещал, что ты им что-то должен сделать. Ну, и мне тяжело эту концепцию, наверное, передать словами, но… Это зависит от зрелости, мне кажется, конечных разработчиков, потому что некоторые ожидают прямо такого набора пунктов, условно говоря, которые они будут выполнять. И от этого, естественно, нужно там с командой работать, с людьми работать, чтобы у них не было таких ожиданий, у них наоборот было. Они понимали ценность и важность того, что им дают свободу выбора действий, решений там конкретной задачи и всего остального. Но в каких-то случаях, вот, особенно у начинающих разработчиков, они постоянно приходят и говорят о том, что, типа, мне сделать так или так, и так далее. Постоянно сверяют и ждут какого-то такого директивного контроля. Если они его не получают, мне кажется, это может, ну, в какой-то мере… Нет, слушай, ну, я не говорю, что я не отвечаю на сообщения людям, конечно, отвечаю. Ты рассказывал, что в личку не отвечаешь. Нет, я в личку не отвечаю, заказчикам всем вот эти, типа, у меня не платится вот эти все вещи. С разработчиками, конечно, общаемся, но тоже… У нас, в принципе, удаленная разработка построена так, что мы не требуем синхронного ответа, типа, здесь и сейчас. То есть, задавая вопрос, ты знаешь, что ты можешь получить ответ через какое-то время, и ты подстраиваешься под это. То есть, у нас нет такой истории, что Леша мне не ответил, и я сижу четыре часа, ничего не делаю, и жду, пока он мне ответит. Ну, просто все процессы так выстроены, что ты делаешь что-то другое. Ну, в общем, ты не рассчитываешь на SLA по ответу в Slack'е. Спасибо большое за интервью. Да, да, спасибо вам. Клевые вопросы, спасибо. И на этом маленькую паузу делаем. Спасибо. 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 Спасибо.